Мы забываем, что нашей стране не так много лет. И тот рывок, который мы сделали за последние годы, я думаю, что могут оценить немногие. Потому что основная часть, по каким-то неведомым для меня причинам, мыслит только через призму протестных настроений, через призму тех протестных штампов, которые им навязывают. Это неудивительно. Неудивительно, потому что в отношении России работает колоссальная система некоммерческих организаций, которые, по сути дела, являются подразделениями различных структур, мягкой силы, разных государств. И это не только США. Потому что если мы посмотрим географию тех самых иностранных агентов, которые выполняют деструктивные функции против Российской Федерации, мы ужаснемся. Это США, Великобритания, Франция, Германия, страны Ближнего Востока. Сегодня в эту работу включились в том числе государства, которые некогда входили в Советский Союз. Они тоже стали мощным плацдармом по наступлению на нашу страну, с использованием колоссального числа аккаунтов, социальных сетей, телеграм-каналов. И ранее работа в течение многих лет проамериканских и прочих НКО просто свернули голову огромной массе людей. Они привыкли питаться из тех источников, которые сегодня эффективно работают на донесение для них той информации, которая сводит этих людей попросту с ума. Все это делается независимо от политического периода. Для этих государств неважно, когда накаливать обстановку. Эта работа ведется поступательно, задача очень простая. Одного за другим, человека за человеком превращают в очень эффективное, практически бесплатное оружие против своей же Родины. То, как это работает, мы в последнее время смогли наглядно увидеть. Мы увидели это в Беларуси, до этого мы видели многолетнюю, многосерийную сагу на Украине, когда революция за революцией радикализировали Украину, превратив, переварив в квази-государство, которое выступает сегодня просто единой, может быть, наверное, основной на постсоветском пространстве антироссийской площадкой для деятельности зарубежных структур. Что с этим делать? Этому надо противостоять, с этим надо бороться. Потому что наличие деструктивных элементов в условиях критических ситуаций является угрожающим. Продолжение следует... Продолжение следует...